И вот еще я хочу сказать о великой личности, о вечном спутнике Кришны и Горанге. Его имя Горида-спандит. Он был другом Кришны. В то время и вот наш Нитянанда Прабы Горанга, они любили его, они его друзья. И после этого наш Горида-спандит не позволял Горида-спандит уходить куда-то. Они вот пришли к нему, собрались уходить, но тот сказал, что не пустят. И он много блюд готовил для них уже в пожилом возрасте. И вот Махапабуд сказал, что уже не может здесь находиться, ты в таком пожилом возрасте столько готовишь, много для нас. Мы не можем этого потерпеть и уходим. Хорошо, посетитесь, кто вас кормить будет, я посмотрю. И вот Нитайгоручин. И вот Горида сказал, что вот съешьте то, что уже приготовил, а за 1000 дня буду одно блюдо только готовить. И Горида-спандит пошли принимать просад. Если Горида-спандит куда-то уходили, то тот их побить пытался, как-то предотвратить, чтобы они ушли. И вот тут Горида-спандит сказали, что может наше божество сделать, и мы и служим, а мы уйдем. Тот сказал, что нет, хочу вам служить, эти возразители, что Махапабуд не отличатся от самого Бхагавана, поэтому разницы нет, кому служить, нам или Божеству. Вдруг они все равно стояли, что вы сделали Божество, горе даст, сделал Божество. И они собрались уходить, то есть куда идете, оставайтесь здесь. Тот сказали, что Божество же неотлично, но тут сказали, что неотлично, тогда вы оставайтесь, а Божество пускай уходит. И вот эти Горида-спандит стали Божеством, Божество начало уходить. Тот опять поймал их и говорил, что оставайтесь. И вот он плакал, а не мог позволить ему уйти, и что в итоге случилось в пожилом возрасте. Он не хотел учеников принимать, и вот кто-то хотел служить ему. Он служил ему, он хотел стать учеником, и каждый день 22 грошка воды на голове он носил из ганге. У него кожа на голове какую-то инфекцию подцепила. Но потом, что каждый день 22 грошка носил с водой, но все равно он продолжал наносить воду на голове. И Горида-спандит был очень счастлив в виде его чувства, он дал ему харинам дикшу. И вот однажды Горида сказал Хридо Читане, его имя, не было Хридо Читане сначала, другое имя, это уже после посвящения имя Хридо Читане. И вот он сказал, я пойду просить подаяния, поддерживая служение в храме. Но приходил день Горопунима, Гордов не вернулся. Большой праздник, Горопунима из Гордова не было, и тут нужно всех пригласить было. И Хридо Читане от имени Гордова написал приглашение всем, дал всем, пригласил на праздник. И тем временем Гордов пришел и сказал, что я слышал, что я сдался в приглашении, кто тебе позволил. Гордов, вы не приходили, я думал, что надо всех пригласить, а ты думал, как ты посмел без моего приглашения приглашать всех. И Хридо Читане плакал, и пошел на берег Ганги, там остановился под деревом, это Горопунима сказал, что проводи свой праздник под деревом. И чудо случилось, один богатый человек торгуется какой-то, пригнал ему лодку риса, дала овощей, и попросил этого Саду Хридо Читане, чтобы помог ему разгрузить. А тут без разрешения, как я разгружу эту лодку где-то годов, я пойду, спрашиваю. И вот все это, в этот храм Горида Господи, да, принесли Горида, спрашиваю, кто принес, Хридо Читане сказал, кто-то там мимо проплывал, и тот сказал, что не надо, сам сделаю свой праздник. Но тот, поскольку он не взял, опять понесли назад на берег Ганги под деревом, но Города выгнал меня, что делать, хоть праздник здесь организую, вот он пригласил всех, все люди пришли. Ну, их праздник был Киртан и Танец. И что случилось дальше? Кто-то сказал Горида Господи, что божеств нет в храме, куда-то ушли. Как нет? Кто забрал Горни Чинанда? Кто забрал Горни Чинанда? И вот он взял палку, пошел их искать, думал, они пошли на праздник этого, ну, где их, где под деревом, где Хридо Читане, куда он выгнал, и вот Горни Чинанда, они тоже пошли туда, и тот взял палку и хотел их поручить, что они оставили его в храм, что тут более важно, и его праздник, и мой праздник. И вот, когда он пришел с палка, то Горни Тая заметили, они танцевали там. И говорит, господит, он заметил, что они ушли к этому празднику, он взял палку и побежал, чтобы их отлопить, и те заметили и убежали. Но, говорит, господит, заметил, что они спрятались в сердце Хридо Читане, и потом, когда он вернулся в храм, увидел, что они на алтаре опять, и вот он обнял своего ученика, расплакался. И сейчас я понял, что Хридо Читане, его стих, его имя было Хридо Читане, Господь, пребывающий в сердце, и вот Горни Даспандит, когда они приплыли к нему, там остался шест, которым гребли Горни Тая на лодке. И те оставили ему вот это то ли весло, то ли шест, и сказали, что ты должен помочь обусловленным душам пересекать этот материальный океан, и вот это весло тебе пригодится. И это очень общая тема, что я могу сказать. И я молюсь лотосно стопам Горни Даспандита, сегодня день его. И я молюсь о его милости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok